Это просто пластик, а это Альфа-Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Смартфоном, стикером или онлайн. Решай сам. Получайте кэшбэк 10% на всё с Альфа-Пэй и платите как удобно. Любым смартфоном. Не просто выгодно, а альфа выгодно. Впервые на российском телевидении уникальное шоу «Ярче звёзд». Впервые на глазах у всей страны каждый может превратиться в собственного кумира. Народные таланты получат шанс проявить себя в самом масштабном шоу перевоплощений. Общенациональный кастинг, в котором принимали участие более 20 тысяч человек по всей стране, выявит лучших из лучших. Они такие разные, но каждый из них привносит действительно свою похожесть. В исполнении народных талантов мы увидим яркие превращения в суперзвёзд отечественной и мировой музыки. Сидишь и ловишься на мысли, да, это же Бритни Спирс, это же Фредди Меркури, это же Ирина Аллегрова, да, берём выше. В каждом выпуске до самого Нового года участники шоу будут сражаться за главный приз. 5 миллионов рублей. Будьте готовы переживать, плакать, смеяться. Уличные музыканты, риэлторы, спортсмены, инженеры, педагоги, художники и дамоходяйки превратятся в своих кумиров на ТНТ. А победителя грандиозной музыкальной битвы определит суперавторитетное жюри, состоящее из звёздных мастеров перевоплощения. И ты иногда даже не понимаешь, на кого смотреть, но здесь интересно поёт, здесь похоже, здесь, вау, это 100% ельц. Впервые на ТНТ Рамштайн, Абба, Дима Билан, Анна Асти, Ариана Гранде, Стинг, Уитни Хьюстон, Леонид Агутин, Леди Гага, а также Фредди Меркьюри, Сергей Жуков, Майкл Джексон, Полина Гагарина, Тина Тёрнер, Григорий Левс, Майли Сайрус, Адель, Элтон Джон, Риана, Егор Крид, Билли Айлиш, Зивер, The Weeknd и другие легендарные суперзвезды вместе в одном шоу. Шоу «Ярче звезды». Это шоу должно взорвать. Живёт в белорусском полесье Кудесница леса, Олеся Считает года по кукушке, Встречает меня на опушке. Олеся, 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 Так птицы кричат, Так птицы кричат, Так птицы кричат В поднебесенье. Олеся, 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 Останься со мною, Олеся, Как сказка, как чудо, Как песня. Олеся, 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 Это были белорусские севры, а на самом деле это наши любимые члены жюри. Встречайте, дорогие друзья, Поэт и композитор, Великолепный мастер перевоплощений, Алексей Чумаков, Юморист, стендап-комик, Блистательный пародист Иван Абрамов, Актриса дубляжа, Блогер, Телеведущая императрица Озвучки и звукоподражания Дарья Блохина И резидент комеди-клаб Телеведущая Марина Кравец Именно эта великолепная четверка В конце шоу Назовет имя очередного финалиста Супершоу «Ярче звезд» Ягарик Мартиросян Мы начинаем В первом туре Жюри выбирает из каждой тройки лучшего Затем победители сражаются между собой Во втором туре И только один из них выходит в финал, В котором в конце сезона Будет разыгран главный приз нашего шоу 5 миллионов рублей Кроме того, каждый финалист шоу Сегодня получит дополнительный приз 500 тысяч рублей Кто это будет сегодня, скоро узнаем Первый тур Внимание на экран Меня зовут Влад Чайников И я приехал из города Екатеринбурга Я хочу вот этого проекта Все, вид побольше И славу хочу И денег хочу Я этого артиста Услышал давно Но мне было лет, может, 15-16 И проникся Я Александр Савоськин Мне 47 лет Я из Москвы Я хочу максимально красиво Исполнить песни Этого артиста С тем чувством прекрасного Которым обладал он сам И, конечно же, я хочу победить Меня зовут Давид Тодло Я родился в Грузии Для меня музыка этого исполнителя Это целая вселенная Это определение моей жизненной деятельности Александр Владислав И Давид Перевоплощаются Во Фредди Меркьюри Не останавливайте меня сейчас Не остановите меня Сейчас Фредди Меркьюри 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 Держи себе, смотрю. Симфоро? Да, да, да. Тембр похож на... Дай нам грязь, прессик. Похоже. Воздух, бандит through the sky. 200 degrees between the climate, Mr. Barrett high. I'm trailing on a speed on light. I wanna make the supersonic better than you. Don't stop me now. I'm having such a good time. Have a new ball. Don't stop me now if you wanna have a good time. Just give me a call. Don't stop me now. Because I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. I'm a rocket ship on my way to Mars. On the collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sexless generator to the Lord. Like an alarm bomb. Oh, 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 oh. I'm burning through the sky. Oh, I'm burning through the sky. That's why I call me Mr. Fahrenheit. Come on. Come on! I'm trying to meet the speed of light. I wanna make a supersonic blue man on you. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey. Don't stop me, don't stop me. Oh, 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 oh. Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh, 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 oh. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! Браво! Фредди Меркьюри, точнее, группа Куин и Фредди Меркьюри, точнее, трое Фредди Меркьюри, Александр, Владислав, и Давид. Я впервые использую этот глагол. Я бесновался. Разорвали невероятно. Я прошу прощения. У меня один вопрос. То, что вы 3 метра ростом, я понял. Какой у вас рост? Просто вопрос. Примерно 163, но может быть 164. Вот зависит. Утро, вечер. Да? А у вас какой? 198. Очень разные, Фредди. Владислав, вам можно было дать целую стойку, а не ломать ее пополам, как другим участникам? Ну, тоже бы смотрелось органично. А ты не думаешь, что это и есть целая стойка, просто на его пропорциях кажется, что это палочка? Владислав, вы вообще могли петь в Давида, в принципе. Кстати, о Давиде я хотела сказать и отметить Давида, что экспрессия была просто огонь, Давид. А вот я в продолжении того, что ты сказала, Даш, хочу выразить свое собственное мнение впервые за наш проект. Мне кажется, что самое главное во Фредди Меркурии, конечно, и вокал, и движение, и то, как он подает каждую песню, но главное во Фредди Меркурии для меня это взрывной темперамент на сцене. Это энергия, которая передавалась нам через пластинки, через кассеты, через телеэкраны. И вот в этом смысле все трое наших участников реально очень похожи на Фредди Меркурии. Я зарядился музыкой Куина. Гарик, Гарик, а можно на правах члена жюри попросить? Вот просто, знаете, так по одной нотке настоящего Фредди Меркурии. Издайте просто так, чтобы это... С удовольствием тоже послушаем, Леша, и исполним твою просьбу. Ребята, выключаем бессмертную музыку Куин, оставляем голос Фредди Меркурии. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гарик, и ты заканчивай. Александр, вы, кстати, так похоже делаете рот. У вас копия рот Фредди Меркури. У него привкус специфический же, зубы такие вперед. Вы очень круто делаете это физиогномически очень похоже. Скажи, пожалуйста, кому ты отдаешь свой голос? Значит, Александр, вы похожи внешне. Владислав, вы очень похожи тембрально. Хотя я ждал немножечко такого вибрато. У него более мелкая вибрато. И Давид очень похож экспрессивно. Но вот по стати, по всему, я дам свой голос все-таки Владиславу. Владислав получает от Алексея Чумакова один голос. Иван Абрамов. Спасибо, ребят. Я последний раз так увидел картину, когда в турецком отеле мне говорили аниматоры, сегодня вечер Куин будет, сегодня вечер Куин. Ой, это было очень классно по энергетике в первую очередь. Мне очень тембрально понравился Владислав. Мне очень энергетически понравился Давид. И Александр. Знаешь, Саш, что вам не хватило, чтобы мой балл безоговорочно ушел вам? Немножко дерзости, резкости, уверенности в вокале. Вы как-то мягенько, как будто... Можно я буду самым талантливым вокалистом в мире? Можно? А он знает, что он самый талантливый. А ты можешь сдать какой-то звук, похожий на Фредди Меркури? Вот это вот, чтобы не хватило вот этого. Это боярский, Ваня. Вас должно немножко пучить от вашего таланта. И ты отдаешь свой голос, Вань. Владислав тебе. Владислав получает второй голос от Ивана Абрамова. Дарья Блохина отдает свой голос. Александру. Потому что мне показалось, что тембрально начало было очень похоже. Прекрасно. Александр получает свой первый голос от Дарьи Блохиной. И все решит Марина Кравец. Александр как будто действительно немножко робко начал. Как будто не хотел сразу все выдавать. Но это конкурс. И, наверное, надо здесь вот сразу вдарить, показать все, что умеешь. Для меня первое место сегодня у Владислава. Спасибо. Владислав получает от Марины Кравец третий голос и становится победителем в команде Фредди Меркьюри. Это просто пластик. А это Альфа Пэй. Свобода платить так, как удобно тебе. Смартфоном. Стикером. Или онлайн. Решай сам. Получайте кэшбэк 10% на все с Альфа Пэй. И платите как удобно. Любым смартфоном. Не просто выгодно, а Альфа выгодно. Эта знаменитая российская певица три раза удостаивалась премии «Овация». И это я говорю только о главной национальной премии. А если посчитать все овации, которые она получила от своих поклонников, то не хватит пальцев на руках. Внимание на экран. Меня зовут Галь Тихонина. Я родилась в Челябинске. По образованию я режиссер театрализованных представлений и работаю организатором мероприятий. И мне крайне лестно, что мне выпала возможность исполнять эту артистку, которая покорила меня своей непосредственностью. И это очень классно, немножечко быть похожей на нее. Меня зовут Алена Кошкина. Я живу, работаю в городе Киров. Артист, в образе которого я буду выступать, мне очень близок. Это утонченная натура. Очень сложный вокал, на мой взгляд. То есть там есть над чем поработать, и не каждый певец с этим справится. Меня зовут Олеся Лаврентьева. Я родилась в Челябинске. И я актриса. Есть у нас детский спектакль. Там я играю ведьму и принцессу. И еще в другом спектакле играю шмеля. Так как я актриса, мне очень хочется попробовать перевоплотиться в эту исполнительницу. Потому что она и нежная, и круто держится на сцене столько лет. Галя, Алена и Олеся перевоплощаются в Анжелику Варум. Ля-ля-фа. Анжелика Варум. Целый город мокнет под дождем Этой ночью и холодным днем Мы с тобою больше не вдвоем. А сжаль. И уже не важно, чья бедна. Я прошу по улицам огнен. Наших слов не сказано. Стена. Печаль. И не осталось ничего. Весь мир стал словно черно-белое кино. Знаю, что еще меня ты ждешь. Счастье, как говоришь. Я не плачу, это просто дождь. Прощай. Ля-ля-фа, эти ноты, ля-ля-фа, одиноким нам уже ничего не успеть. Ля-ля-фа, как печально, ля-ля-фа, на прощанье может быть. Мне кажется, здесь высоких логовато. Эту песню допеть. Мне нас сильно нравится. Мокрые зады, на трекой мокрые мосты. Огонек дрожит из темноты. Такси. Знаешь, что счеты, я ты ждешь. Алипат уходит, не вернешь. Я не хочу, это просто дождь. Кстати, по-другу. Очень прижим. Очень прижим. Аккуляр. Тебя попробую забыть. Ну, по мне, все не попозже. Ну, что же делать, надо как-то дальше жить. И уже не ваш начальник. Я прошу по улице вода, наши слов не сказан, не стена. Очевидно все. Прощай. Очень прижим. Вот у нее тембр похож. Вот она похожа. Может быть, ты придешь эту песню топить. Может быть, ты придешь эту песню топить. Гарик, у нас здесь ультра-сварум. Ультра-сварум. Болельщики-варум фан-клубы. Это прекрасно. Никто, кроме Анжелики. У меня было такое ностальгическое настроение. Я перенесся на 30 лет назад, когда я был еще юным 40-летним мальчиком и наслаждался этой песней. Я немножко моложе тебя. Вот запела сначала Галя. Ну, я почувствовал, что у вас голос чуть-чуть шире, чем у Анжелики Варум. Он такой немножко более матовый, более низкий. Такой более взрослый, чем у Анжелики Варум. Мне так показалось. Время, когда она еще была юной девочкой, когда пела ля-ля-фа, да. Да, значит, Алена, мне очень понравилось, как вы ведете себя на сцене, потому что Анжелика Варум разорвала тогда просто пополам ее вот эти вот движения. Они, конечно, сделали ее персону сначала броской, а потом все вникли в то, что она не просто шепчет, она очень красиво поет, на самом деле. Просто такой стиль, очень острый, немножко французский. Олеся, по мне, в меньшей степени, похоже, внешне, в меньшей степени, похоже, энергетически, в отличие от Гали, но Олеся максимально точно передала тембр, вот этот детский тембр Анжелики Варум того времени. И ты отдаешь свой голос. И я не то, что отдаю, я отдаюсь Олеся. Перефразирую с чумаковского языка на русский. Алексей Чумаков отдает свой голос Олесе Варум. Да. Все верно. Девочки, не обижайтесь, но мы вынуждены выбирать. Марина Кравец. У Галины мне немножечко не хватило шепота, воздуха, вот этого субтончика. А как это проявляется у Анжелики Варум? И уже не важно, чья вина, я прошу по улицам одна, наше, что не сказано, не стена. Я не помню. Прощай. Она же похоже сделала, точно. Но чуть-чуть. То есть была... Погоди, ты молодец. Спасибо. Ты талантливая. Ну, у тебя муж не Агутин, объясни мне, пожалуйста. Я умею тоже выбирать. А ты видел ее, можно, один в один Агутин? Я знаю. Басой с гитарой в порванных джинсах. Это такая я хозяйка. Я говорю, Аркаш, ну оденься нормально. Он говорит, а я хочу быть как Агутин. Ай-яй-яй-яй. Марин, кто был лучше сегодня? У Олеси мне показалась более точная подача в этом плане и очень-очень много общих моментов с Анжеликой Варум. Поэтому я услышала и увидела Анжелику сегодня в Олесе. Спасибо. Олеся получает от Марины Кравиц второй уже голос. Иван Абрамов. Я имею противоположное мнение, на самом деле, по поводу и высоких тонов, и по поводу главного фаворита в перевоплощении в Анжелику Варум. Да. Во-первых, вам спасибо за то, что вернули меня во времена, когда торт-чародейка был топ. А крем для рук ворожея. Ах ты, моя радость. Ворожея. А это сливочная помадка, которая навсегда в зубе застревала. Меня сильно порадовала, наоборот, Алена и высокими тонами, и внешностью, и поведением, и тембрально. И Галя очень классно начала, именно показав ту самую Варум, которая еще не открыла для себя окрашивание волос. А вот Алена вот прям попала туда, куда нужно, в плане моего внутреннего образа, Анжелике Варум. Может, она на жену похожа твою просто? Ну, разрез глаз прекрасный. Ален, мой голос вам. Алена получает от Ивана Абрамова «Голос» и завершающее слово за Дарьей Блохиной. Даша сейчас скажет. Ну, правда, я чувствовала себя с Пашей Техником сейчас, как будто он смотрит «Декамерон Бокаччо». Потому что вы тут... Стоп! Сейчас объясню она. Сейчас объясню, почему. Слова «Декамерон Бокаччо» и «Паши Техник» впервые встречаются в одном приложении, друзья. Дарья имеет в виду несопоставимость «Паши Техника» и произведений итальянского автора Джованни Бокаччо. Потому что для меня Анжелика Варум, она прошла мимо. И я ее вообще недавно только начала слушать. Именно поэтому я, ну, полагаюсь только на свои чувства, которые у меня вызвала Алена. Алена получает от Дарьи Блохиной второй голос. А это значит, что Алена Варум и Олеся Варум получают от нашего жюри по два голоса. Девочки, зря радуетесь. Галина, сейчас вы должны отдать свой голос либо Олесе, либо Алене. И та, которой вы отдадите свой голос, и пройдет дальше. Мы подружились с девчонками, правда. А сейчас мы узнаем, с кем мы подружились больше. Когда я пришла на первую репетицию, на первый прогон, я вот тоже, как только услышала, когда человек начал петь, я такая, блин, по-любому она пройдет. Потому что, ну, один в один вообще голос прям очень похож. Кто это? Олеся, я за тебя. Олеся получает от Галии третий голос и становится победительницей в команде. Анжелика Варум проходит во второй тур. А мы аплодируем и благодарим двух оставшихся без второго тура участниц команды. Анжелика Варум, Алена и Галя. Спасибо вам огромное. Поздравляем, Олесе. Его отец хотел, чтобы он получил мужскую профессию и работал инженером. Но вместо этого он стал знаменитым российским певцом, музыкантом и предпринимателем. Внимание на экран. Привет, меня зовут Альберт Хузиахметов. Я радиоведущий утренней передачи на лучшей радиостанции в городе Казани. Но моя задача сегодня рассказать вам не как хорошо я говорю. Моя задача сегодня всех порвать. Но это не точно. Меня зовут Яковлев Александр. Я из города Балашин. Я работаю солистом в военном ансамбле песни и пляски. Также занимаюсь волейболом и даже там пою для поднятия боевого духа своей команды. Меня зовут Влад Ворожцов. И я из города Железногорск-Илимский, Иркутской области. А я работаю в Доме культуры Горняк концертместером народного ансамбля стилизованной песни «Знакомые сюжеты». Раньше я думал, что быть похожим на кого-то – это огромный минус. Но для проекта «Ярче звезд» это большой плюс. Вот и посмотрим, похож или не похож. Влад. Александр. И Альберт. Перевоплощаются... Сергея Жукова! Опа! Смотри, как выглядит. Вообще не моя музыка, но кайф. Я даже не знаю, что за песня будет сейчас. Дрожка моя, я по тебе скучаю, Я от тебя письма не получаю, Ты далеко и даже не скучала, Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, Что я далеко, я по тебе скучаю, Я от тебя письма не получаю, Ты далеко и даже не скучаешь, Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, Что я далеко от тебя. Этот подкос пока больше, но тоже так всегда. Ты обещала, мы писать, Обещала рассказать, Как живешь, как тебе там сложно. Голос нахожусь, Ты обещала долго ждать, И страдать, и сгорать от любви, Но это невозможно. Нет, нет ни строчки, Тебя, ни словечка, Тебя, забавляю я твоим признанием. Да, может, это было зря, Может, это было зря, Ты скажи, что уж за наказание. Крошка моя, я по тебе скучаю, Я от тебя письма не получаю, Ты далеко и даже не скучаешь, Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, Что я далеко от тебя. Крошка моя, я по тебе скучаю, Я от тебя письма не получаю, Ты далеко и даже не скучаешь, Но я вернусь, вернусь, и ты узнаешь, Что я далеко от тебя. Я от тебя письма не получаю, Я от тебя письма не получаю, Ты далеко и даже не скучала, Но я вернусь, вернусь, Что ты узнала, Что я далеко от тебя. Что я далеко от тебя. Молодцы! Сергей Жуковый, руки вверх! Влад, Альберт и Александр. Ну, видите, что происходит на наших глазах, Уважаемые судьи. Выступала Анжелика Варум, Выступал Фредди Меркьюри, Это вот просто энергетический клубок Мирового уровня. Но, как только появляется Сережа Жуков, На дискотеке начинается вакханалия. Леш, скажи честно, Ты профессиональный певец, Профессиональный музыкант, Но явно же ты тоже танцевал на дискотеке И прыгал под руки вверх. Я не танцевал и не прыгал под руки вверх, Но... Поэтому мы начнем с Дарьи Блохиной. Даш, ты красавица, умница, У тебя безупречный вкус. Ты же танцуешь под руки вверх, как и я. Спасибо, конечно, за хороший вкус в музыке, Но Сергей Жуков мимо моего сердца не прошел. Ну вот, нормальный человек. Наш человек. Ну скажи, как можно не любить группу «Руки вверх»? Как можно заставить себя не танцевать, Когда ноги сами идут, И, крошка моя, сами. Слушай, на самом деле, Много кто может говорить, что он не любит, Но все тексты наизусть мы знаем. Сережа Жуков не прошел мимо моего сердца. И я часто слышала, как он пел, Поджимая немножко нос. Крошка моя, я по тебе скучаю. То есть он на улыбочке поэту все время вот это топит сердечко. Ты так далеко от меня. Да-да. И в этот момент все девочки в стране Ой, вместе с ним. Потому что есть Алешка Ути. А у меня не было Алешки. Но. Это никогда не поздно исправить, Дарья. Никогда не поздно исправить. Ладно, я так понимаю, я принимаю первое решение. Да. Знаете, ребят, Сначала, конечно же, Влад запел, И мы узнали родные ноты, Но мне не хватало вот этой еще больше улыбки, Еще больше поджатости голоса. Вот это. Но все равно очень похоже. Вот. Александр, у вас немножко прорезался роковый Сережа Жуков, Там такой, Эй, я сейчас, все девочки в зале мои. А Альберт по темпераменту напоминал Таркана в чем-то. Он такой, хо-хо-хо. Но это турецкий Сергей Жуков, между прочим. Ну да, кстати, да. Кипичи-кита. Ну, в общем, не важно. Я отдаю свой голос, Поскольку я все время опираюсь на голос, И мне показалось, что ближе всего к этому был Влад. Влад получает от Дарьи первый голос. Слово фанатки. Человеку, которая плакала под все хиты группы «Руки вверх». Маринка, кому ты отдаешь свой голос? Кто был похожее на Сергея Жукова? Влад дал необходимый градус энергии, Дикцию и тембр Сергея Жукова. Александр, мне кажется, устраивал свою личную жизнь. Он не стеснялся немножко петь своим голосом, В своей манере, Но при этом стрелял вот в эту, вот в ту и вот в эту. Ну, такое ощущение, что прям... Мне одна пуля досталась почему-то. Отрикошетила бывает от чьего-то сердечка. Ну, прям вот такой альфа-самец вышел, спел. Альберт, у меня немножко было ощущение... Сейчас, сейчас, я на две минутки, а потом убегу. Сейчас, все, я быстро, я быстро. Я как будто почувствовала, что, может, вы не включились немножко Вот в это выступление, не совсем погрузились в образ. Но я могу ошибаться спокойно. Я сейчас проголосую за человека, который на уровне тени, На уровне силуэта попал сто процентов. Для меня самым похожим был Влад. Влад получает от Марины Кравец второй голос. Слово человеку, на чьих концертах никогда не было и не будет столько людей. Сколько прыгает, танцует и поет на концертах у Сергея Жукова. Иван Абрамов. А вы про кого подумали? Про этого? Нет, у него на концертах даже очень много людей. Я был там, там просто гигантские толпы приходят, говорят, где Сергей Жуков? Его нет. Леша Чумаков? Ну ладно, его послушаю. Пожалуйста, Баня. Ребята, вы выбрали вообще пародию с повышенной сложностью. Когда вы берете Сергея Жукова, если вы поете чуть-чуть, не похоже, но это сразу слышно. То, что вам люди аплодировали, это говорит о том, что это очень хорошие люди. Возможно, многие из них ваши матери. И мне кажется, это больше аплодисменты Сергею Жукову за его творчество. Я просто вообще считаю, что Сергей Жуков это уникальный артист, который должен стать вообще каким-то музыкальным достоянием и ходить с орденом вот этим. Я его вчера видел на Фрунзенской, он так и ходит. А у него так и есть. Он по-настоящему народный артист. Да, то есть у него есть, он реально вот Даша пыталась показать, она говорит, ты обещала написать, обещала рассказать. Он как бы улыбается, он прикидывает, сколько я уже на этих песнях заработал бабла. Ему весело. Только от одной вот этой мысли. Понимаешь? Я полностью солидарен с Ваней, потому что у Сергея Жукова есть очень такая характерная черта, особенность. Он даже когда поет про расставание, про грустное, он поет с улыбкой. Конечно. Вспомню, а он тебя целует, говорит, что... Я думаю, если он напишет, когда я пустил песню, вот это самое. Был несчастный случай, и погиб котенок, его так размазало по всему асфальту. Асфальту, все равно у него все это с улыбкой. Да, да, позитив. Да. Алешка есть у тебя, да и босснин здоровья вам, ребята. Вот я не фанат поп-эстрады, но вот Сергей Жуков это то редкое исключение, которое всегда есть настроение послушать руки вверх. Всегда оно будет. Всегда. Вот кто бы ни пел, выступает Мэрлин Мэнсон, Мьюз, Арктик Манкис, Адель. И когда объявят Сережу Жукова, даже в Берлине такие, вау, кто это? Но типа он позитив, понимаешь, он сразу позитив. А как в Берлине объявят? Типа хенде хох. Группен хенде хох, да. Группен хенде хох. Да, и тем не менее... Но фамилия Жуков всегда радует немцев в Берлине. Да, да, да. Друзья, давайте все-таки дослушаем Ивана Абрамова. Кому ты отдаешь свой голос? Мой голос я отдаю Владу тоже. Влад получает от Ивана Абрамова третий голос. А это значит, что от четвертого голоса у нас уже ничего не зависит. И от голоса не зависит, от самого человека ничего не зависит. Я могу просто попить чай, если хотите. Я, как ни странно, солидарен с Иваном. В каждом из вас мне не хватило очень важной составляющей Сережи. То, что отличает его от остальных многих поп-певцов. Ведь не все выжили с тех времен, а он-то до сих пор номер один. Он очень уверен на сцене. Он категорически уверен на сцене. Вот у вас этого мне не хватило. Но, несмотря на то, что мой голос ничего не решает, мой голос сейчас может сделать безапелляционную победу одного человека. Я понял тебя, Леш. Алексей Чумаков отдает свой голос Владу Жукову. Абсолютно верно. Итак, Влад становится победителем в команде Сергея Жукова. Мы благодарим всех участников за яркое эмоциональное выступление. Спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я буду спеть, I'm alive. Денис! Друзья! Don't let me close! «Ярче звезд» в субботу в 9 вечера. Премьера на ТНТ. Дорогие друзья, эта исполнительница и поэтесса запела в 4 года и так до сих пор и не остановилась, хотя уже напела на 15 премий Грэмми. Внимание на экран. Меня зовут Наталья Кейхель, мне 32 года, я из города Санкт-Петербург. Я работаю артистом в Театре драматической клоунады. Так, от шоу я хочу получить следующее. Во-первых, всемирную популярность, чтобы меня узнавали на улицах, со мной фотографировались, дарили мне цветы, крупы, консервы. Мне очень нравится этот артист, потому что мне кажется, что по типажу я чем-то его напоминаю. Меня зовут Ирина Пронина, я из Тамбова. Я придумываю сама образы и воплощаю их в жизнь. Я вдохновилась своей исполнительницей и придумала голливудский образ. Это черное блестящее платье в пол с открытой спиной и яркий макияж с стрелками и красными губами. Я Полина Смирнова, и я из города Мончегорска. Мне нравится эта певица, потому что она подает себя как королева. Для меня это супернестандартно. Я бегаю, прыгаю, и для меня это будет некий челлендж. Ирина, Полина и Наталья перевоплощаются в Адель. Шоу ярче звезд. Великолепная Адель. Ну, конечно, Skyfall. Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дарья Блохина Соглашусь с Иваном, что Наталья безумно вы похожа И даже вот по этим вещам Вот, по тембру Мне показалось, что ближе всего была Полина Но Ирина по энергетике и по вот этому посылу была очень похожа на Адель Вот, и Наталья То есть мне очень сложно дается это движение Вперед, сейчас Но кто с тобой за кулисами не поздоровался из них? Ну я Марина, но мне с ней ссориться нельзя Даш, ну мы уже сейчас просто лопнем от терпения Как говорит консерв в нашем подъезде Когда собирает деньги на домофон Говорит, и что же вы в итоге решили? Я сдаю 200 рублей И отдаешь свой голос И отдаю свой голос Ирине Ирина получает от Дарьи Блохиной Первый голос Голоса распределились следующим образом У Ирины один голос У Полины два голоса А вот у Алексея Чумакова есть еще один голос Который он сейчас отдаст одной из Адель Я скажу так Значит, у Адель У нее вечная болезнь голосовых связок Ну, во всяком случае, я это слышу У нее дикий не смык У нее постоянно У Натальи это было У Ирины очень энергетически, мне кажется, емко получился Она такая звезда была Это чувствовалось А Адель именно так себя ведет А Полина, она, на мой взгляд Намного точнее подобрала одну фишечку Это вот этот new school, так называемая Новая школа Они Take me fire Они высят Не fire, а fire Вот эту фишку Такую массивную У Адель перехватили Больше всего вы, мне так показалось И ты отдаешь свой голод Смотри, смотри, из тебя вырывается Кому? Нифига себе Да вы мелизматик старый Я маразматик старый Мелизматик ты Леш, кому ты отдаешь свой голос? Мой голос отправляется Кому? Кому? Полине Полина получает от Алексея Чумакова Третий голос И становится победительницей Мы аплодируем абсолютно всем участницам Из великолепного трио Адель Ирина, Наталья Спасибо вам огромное Спасибо большое А с вами, Полина, мы встретимся во втором туре Поздравляю Мы начинаем второй тур Супер-шоу «Ярче звезд» На телеканале ТНТ Каждую субботу Хочешь меня? Смотри, как красивые Помылась, побрилась Едешь в метро Опытные А что это за расклад? Что он на Гуа, а я сидели пьеманты Сексуальные девушки Так кто у нас тут такой капризулька? Доводят полный зал До аплодисментов Если он тебе говорит, плохая девчонка Значит нормально все делаешь А вот если он уже просто сидит и такой Ты плохая Значит перегнула Женский стендап Новый сезон по субботам в 11 вечера на ТНТ А сейчас мы насладимся одной из самых душевных песен на нашей эстраде Анжелика Варум И прозвучит она в исполнении Анжелики Варум А как хочется любить Олеся Городок Вот Запрещенный ход Люблю эту песню очень Ах, как хочется вернуться Ах, как хочется ворвать городок На нашу улицу в Тритома Где все просто и знакомо На денек Где без спроса ходят гости Где нет зависти и злости Милый дом Где рождение справляют И навеки провожают всем двором Тембр похож, манера немножко другая Время-время кружит снег И разъехались соседи Кто куда Тембр похож очень Да Тембр похож Относили Мы с тобой, мой друг Шутили И бета Раз в году Письмо скупое Поздравление С Рождеством И долгих лет Ровно восемь тихих строчек И другой Какой-то почек Все Привет Ах, как хочется вернуться Ах, как хочется ворваться В городок На нашу улицу в Тритома Где все просто и знакомо На денек Где без спроса ходят гости Где нет зависти и злости Милый дом Где рождение справляют И навеки провожают Всем двором Лишь во сне приходят длиться Не узнать И половины ярох свет Похоже иногда даже и не встали Я прошу почтовый ящик Открываю Две газеты Писем Нет Ах, как хочется вернуться Ах, как хочется ворваться В городок На нашу улицу в Тритома Где все просто и знакомо На денек Где без спроса ходят гости Где нет зависти и злости Милый дом Где рождение справляют И навеки провожают И навеки провожают Всем двором АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здорово АПЛОДИСМЕНТЫ Это чит-хот, я считаю В смысле, это просто против правил Так похоже петь Запрещенный прием Запрещенный прием В этой песне весь русский кот вообще Да Знаете? Да, хорошо сказано Это Сергей Жуков в юбке, понимаешь? Вы даже похоже смеетесь, кстати, на Анжелию Коварум Голос похож Очень Похожа манера Вы даже стоите похожи Во всем случае для этой песни Но самое главное, вы передали тонкость Анжелике Варум Для меня это самое важное Потому что она непревзойденная Похвала от Алексея Чумакова Дорогого стоит Марина Кравец Спасибо большое Мне даже визуально показалось В нескольких моментах Что вы похожи Да Тень от челки Кроткая улыбка Вот этот взгляд из-под лоба Вот поднимающийся И вот в этот момент Анжелика Вот прям, ну, ну, было По голосу Очень кротко, нежно Здорово У меня единственный вопрос Мне показалось ли вы после песни Чуть-чуть хотели всплакнуть Анжелика Варум просто поет то Я не знаю, чем она поет Наверное, душой все-таки И я всегда не могу спокойно слушать Спасибо Спасибо Иван Абрамов Олесь Простите меня, но я сегодня рублю правду матку Понятно, что это народная песня И все мы любили и выросли на передаче «Городок» Но ваша пародия, она была сегодня Безукоризненно Безукоризненно от и до Было все похоже И пимические тембрали И настроение И то, как вы относитесь к этой песне Вы, в принципе, пронесли через ваше исполнение Это было потрясающе Я надеюсь Я надеюсь Что вы будете счастливы Олесь, честно Мы даже говорить не могли Мы даже говорить не могли Мы просто молча слушали И грустили Может быть, это было символично Что сегодняшнее шоу началось С песни Олеся Группы «Севры» В прекрасном исполнении членов нашего жюри Давайте поаплодируем им за это еще раз Спасибо, Олеся Спасибо вам Олеся, она же Анжелика Варум Увидимся на финальном голосовании Нашего зрительного зала Спасибо Олеся в роли Анжелики Варум Во время этих шуток Быть может, кто-то решится сделать предложение Ты выйдешь за меня После этих номеров Придумает имя для будущего ребенка Думали назвать Зина Да, но ей пока не 70 Еще думали назвать Наташа Да, но хотелось русское имя, а не турецкое А одну из этих песен Отправят в чатик с родными Как здорово, что в центре Есть удобный паркинг За час всего лишь 900 рублей Очень даже семейный новый сезон комеди Просто ну мало Если смотреть его под правильным углом Прощай, роскошная жизнь Прощай, особняк в Портофино С детскими качелями во дворе И с взрослыми в подвале Комедий Клаб Новый сезон по пятницам В 9 вечера на ТНТ Фредди Меркьюри в шоу «Ярче звезд» I want to break free Понеслась! Вот это да! Хорошо! Нормально! Умница! Умница! Раскачай, раскачай! Круто! Раскачай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 знакомых дозволят еще выше подняться максимально и здесь и здесь вас подняли на высоту возможно сегодня и на вершине пьедестала вы вновь окажетесь как и в первом туре я вас поздравляю с этим выступлением нас поздравляю спасибо успехов вам лёш владислав вы очень обаятельный человек но я хочу сказать вам вот что я не совсем солидарен с ребятами вот в чем фредди mercury это такая величина и он работал как в последний раз на нем майка была мокрая словно он искупался в море вы даже не вспотели это важно за одну песню именно за одну песню до мариночка за одной песни люди потеют за одну песню именно так и это гормонально это это так работают артисты самодачи лёша чумаков я сейчас уже не шучу понимаете когда он показывает кулак он не просто показывает его потому что он на вы пока вы демонстрировали движение а он в этот жест вносит подъем миллионов когда он и он дает им эту штуку он направляет им энергию типа отдайте мне я хочу быть счастливым с вами сейчас именно это отличает великих от невеликих их от нас с вами я хочу черт побери видеть как артист потеет на сцене когда он поет вот сделайте пожалуйста один жест вот я устал я вот я смотрю на вас я завороженный я офигел я хочу заво я зомби я обожаю этого человека сделайте хоть под один жест так что я с вами вместе рванул и так фредди и меркьюри в исполнении владислава специально для алексея чумакова владислав а и еще раз молодец уже лучше а теперь лучше очень классно но теперь не дотягивает зал можешь залом потренироваться Это был тренинг от Лёши Чумакова. Личностного роста. Владислав в образе Фредди Меркьюри. Спасибо, Владислав. Это личное мнение Алексея Чумакова. Решать зрительному залу. Увидимся на финальном голосовании. Фредди Меркьюри. Мама, я скажу, что... Я буду любить. Я буду любить. Я буду любить. Делина. Дуазмен. Не позволяй мне кричать. «Ярче звезд» в субботу в 9 вечера. Премьера на ТНТ. Сидя в своем уютном лондонском доме, Адель даже не подозревает, что она вышла во второй тур-шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Полина в образе Адель. Someone like you. Ой, как красиво. Посмотрите, да? Красиво. Лица красивые какие-то. Вот это похоже. Вот это похоже. Я уверен. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я не хочу, чтобы я тихонько плачу Губы твои вытрут слезы мои Я не могу иначе Я без тебя ни живу, ни пою Лично тебе мечтая Только сейчас начну я понимать Как мне тебя не хватает Я не хочу, чтобы видела ты Как я тихонько плачу Губы твои вытрут слезы мои Я не могу иначе А-а-а Сергей Жуков. В шоу «Ярче звезд» я хочу обратиться к самому главному фанату «Руки вверх» и лично Сергея Жукова, Ивану Абрамову. Я просто его, этого артиста очень люблю, и он меня вот здесь вестит, понимаешь? Я даже знаю, как он фраза каждой музыкальной заканчивает, но для меня это было 4 с плюсом из 5 пародия. Спасибо, Иван. Марина Кравец. Мне показалось, что, может быть, Влад немножко хотел в этом выступлении проехаться на сладких елейных комментариях с прошлого выступления. Ну, образ благоволит, да, Жукова просто любят априори, выходит, может сильно не выкладываться, все равно это будет работать, потому что бэкграунд написанных песен, флер, слезы пролитые в молодости. Защита Влада, я тебе скажу, что эта песня такая, она лиричная, и в ней нечего форсировать события и как-то отдавать энергию залу ту, которой нет в этой песне. Она именно такая... Нет, Гарик, нет, я не хочу, чтобы думала ты... Он не хочет. Не отдал. Я не хочу, чтобы думала ты... Я не хочу... Он пытается достучаться. Да, это композиция такая в стиле «Руки вверх», но самые западающие в сердца песни «Руки вверх» они медленные, но при этом Жуков, он... Ты, ты, вот это ты, Женя из Челябинска, вот не хочу, чтобы ты... И поэтому каждую девочку России все это попадало настолько, что она думала, что она-то избранная для Жукова, кому он ей поет. Ты, нет, ты, ты это 50+, там тоже попадает. У меня было ощущение, что Влад недоотдал немножечко мне того, чего я хотела получить. И плюс немножко бегающие глаза. Так, сейчас... А, девушка встанет вот здесь, да, я тогда здесь встану. Ага, вот. Влад, они очень привередливые, держитесь. Я не прошу, чтобы он вспотел, это уже хорошо. Дарья Влахина. Просто такая бешеная харизма. Такая бешеная харизма, это так сложно скопировать. Надо быть Сережей Жуковым, чтобы петь песни Сережи Жукова. Ну, на самом деле, на словах мы все Лев Толстой, а на деле толстый лев, но при этом было похоже, комплексно. Кого-то разорвала моя шутка, спасибо. Кизяще. Ура. Молодец, девочка. Таках, таках, Даша. Держитесь. Сейчас вас полетят чумаковские стрелы. А я его фанат. Вы его фанат? Серьезно? Впервые они встретились. Фанат Чумакова и сам Чумаков. Да, они существуют. Влад, я не считаю, что то, что вы сделали, это плохо. И, пожалуйста, не считайте так, что так думают мои члены, ну, мои члены жюри, мои уважаемые. Уважаемые. Мы ваши члены жюри, господин. Ты превращаешься в Ольгу Бузову, которая считает всех людей своими. Я понимаю, в чем проблема «Ярче звезд». Это не просто шоу, это школа, микрошкола. Проблема в очень мощной конкуренции. И вот это вам будет урок. Вы сделали все классно, правда, но вам не повезло с конкурентами. Совсем скоро мы узнаем, кто становится победителем в шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Каждую субботу. Хочешь меня? Смотри, как красивые. Помылась, побрилась, едешь в метро. Опытные. А что это за расклад, что он на Гуа, а я сидели пиманты? Сексуальные девушки. Так кто у нас тут такой капризулька? Доводят полный зал до аплодисментов. Если он тебе говорит «плохая девчонка», значит, нормально все делаешь. А вот если он уже просто сидит и такой «ты плохая», значит, перегнула. Женский стендап. Новый сезон по субботам в 11 вечера на ТНТ. Уважаемая публика, дорогие члены жюри, встречайте кандидатов в финалисты шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Вот они, герои трибютов, мастера перевоплощений, короли грима, звезды вокала и гуру танца. Адель, Фредди Меркьюри, Анжелика Варун и Сергей Жуков. Смотрим видеоповтор лучших моментов из сегодняшних выступлений. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в Тридома, где все просто и знакомо на денек. Где без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости, милый дом. Где рождение справляют и навеки провожают всем двором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам нужно выбрать финалиста сегодняшнего шоу. По нашим правилам, сначала пару кандидатов выбирают зрители, а затем главный выбор за них делает жюри. Прошу зрителей взять в руки пульты и проголосовать за любимого участника. И я торжественно объявляю начало зрительского голосования в шоу «Ярче звезд». Я даже не представляю, как можно выбрать из этой четверки лучших. Будь я зрителем в зале, я бы просто тактично потерял бы сознание, чтобы не участвовать в этом невероятном мероприятии. И я объявляю голосование закрытым. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот они, результаты голосования наших зрителей. АПЛОДИСМЕНТЫ Анжелика Варум получает от зрителей 12% голосов. АПЛОДИСМЕНТЫ Фредди Меркьюри получает от зрителей 27% голосов. АПЛОДИСМЕНТЫ Адель получает от зрительного зала 49% голосов. АПЛОДИСМЕНТЫ И, наконец, Сергей Жуков получает от нашей публики 12% голосов. АПЛОДИСМЕНТЫ Таким образом, Фредди Меркьюри и Адель проходят дальше. Их судьбу прямо сейчас решит наше жюри. АПЛОДИСМЕНТЫ Но с Владом и с Олесей мы еще не прощаемся, уважаемые члены жюри. У вас будет уникальная возможность спасти одного участника, который не прошел финал. Возможно, именно вам, Олеся, именно вам, Влад. Улыбнется удача, и мы увидимся с кем-то из вас в финале. Но это произойдет в последнем предфинальном выпуске. А сейчас мы прощаемся с Владом и с Олесей. Удачи вам, спасибо за выступление. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Консессенция нашего шоу, наших жюри выберет победителя. Ну, здесь просто вне, к которому я еще поспорил. А тут... Вы так классно смотритесь. Мне хочется встать рядом и сказать, сегодня в море по имени «Жизнь» уходит корабль по имени «Семья». И пусть ветра не взгод. Представляете, такая свадьба. Готов ли ты, Фредди Меркьюри, выдавая себя дальше за солиста группы «Квинн», взять в жены Адель, которая и дальше будет себя выдавать за самую продаваемую певицу в мире. А главное, на свадьбе не надо никаких артистов приглашать. Конечно, жених и невеста сами будут развлекать зрителей. Кстати, вы посмотрите, несмотря на напряженность момента, наши конкурсанты сохраняют бодрость духа. Давайте поддержим их аплодисментами. Марина Кравец. Сегодня действительно был какой-то праздник перевоплощения. То, ради чего создавалось шоу «Ярче звезд». И мне показалось, что перед нами сейчас два артиста, которые справились на 100% со своими образами, которые действительно были не менее яркими, чем звезды, которых они перепевали. Сегодня мы хотели бы отметить уровень энергии, который был послан в зал. Вот это ядро. И побеждает. Качество работы проделаны над собой. И победителем становится... Победителем сегодня становится Адель. Вау! Наконец-то! По решению нашего жюри победителем сегодняшнего шоу становится блистательная Полина в образе Адель. И именно она выигрывает 500 тысяч рублей и идет дальше по ступенькам славы в суперфинал шоу «Ярче звезд». Но отдельные аплодисменты, пожалуйста, Владиславу, Фредди. Конечно. Это просто было нереально круто. У вас была слишком мощная конкуренция. Ровно через неделю на канале ТНТ мы снова ждем вас в студии «Ярче звезд». Супер-шоу, в котором каждый может стать своим собственным кумиром. Во время этих шуток быть может кто-то решится сделать предложение. Ты выйдешь за меня! После этих номеров придумает имя для будущего ребенка. Думали назвать Зина, да, но ей пока не 70. Еще думали назвать Наташа, да, но хотелось русское имя, а не турецкое. А одну из этих песен отправят в чатик с родными. Как здорово, что в центре есть удобный паркинг за час всего лишь 900 рублей! Очень даже семейный новый сезон «Камеди», если смотреть его под правильным углом. Прощай, роскошная жизнь! Прощай, особняк в Портофино с детскими качелями во дворе и с взрослыми в подвале! «Камеди Клад». Новый сезон по пятницам в 9 вечера на ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова